Приветствую вас! Продолжаем рубрику «Как заработать деньги?» С чего начать свой бизнес? Как заработать на хлебе? Привильная нища для бизнеса. Замечательный вкус грузинского традиционного хлеба Шоти Спури в виде лодочки известен всем, кто хотя бы раз побывал в Грузии. Как и у любого хлеба, у Шоти есть своя специфика приготовления. Главной особенностью приготовления Шоти является запекание его в специальной круглой глиняной печи под названием Тоне. Шоти часто по ошибке называются лавашом, но лаваш это плоский листовой хлеб в виде тонкой лепешки, известный как оболочка для шаурмы. Шоти очень легко употребляется, подходит практически к любой трапезе, а к шашлыку и кетчупу тем более. Мини-пекарни для производства Шоти являются одним из самых подходящих вариантов для построения семейного бизнеса. Требует относительно небольших затрат, но решающие значения для успеха такого предприятия имеют не деньги, а знания, опыт и чутье. При наличии хорошей репутации, такой бизнес может стать очень успешным и прибыльным. Эта нищая рынка пока еще далека от насыщения. Потребители уверены в более высоком качестве продукции мини-пекарен и отдают предпочтение именно им, а не заводскому хлебу. Пекари с давних времен знают, что чем больше времени потрачено на приготовление хлеба, тем лучше его вкус и аромат. В прошлом почти в каждой семье в стеклянной банке хранили небольшое количество кислого теста для домашнего хлебопечения и для производства следующей закваски. Пшеничный хлеб на закваске без дрожжей гораздо более ароматный и свежим сохраняется гораздо дольше, чем изготовленный только с помощью дрожжей. Подготовка такой тестовой заготовки к выпечке требует длительного времени и поэтому пекари мини-пекарен добавляют промышленные хлебопекарные дрожжи. И общее время подготовки тестовой заготовки доводят до полтора-двух часов. Как готовят грузинский хлеб? Ингредиенты, необходимые для приготовления шоти, это мука, вода, соль и дрожжи. Готовое тесто нарезают по 400 грамм, поверхность слегка смачивают чистой водой и прилепляют его к стенкам раскаленной печи. Выжидают 10-15 минут и горячие хрустящие шоти готов. В такой небольшой печи можно одновременно испечь 40 штук шоти. После выпечки хлеба вес каждой единицы доходит примерно до 330 грамм. Стоимость одного шоти приблизительно 30 центов. Из 50-килограммового мешка муки получается 185-190 штук хлеба шоти. День один пекар без помощницы обрабатывает 2-3 мешка муки. Чистая месячная прибыль предпринимателя не меньше 600 долларов. Многие предприниматели открывают несколько таких мини-пекарен в жилых районах города. Мы не остановимся на том, что для начала данного бизнеса в гараже или в помещении потребуется специальное разрешение и специальные документы от муниципалитета и от других ведомств. А также на том, что необходима регистрация в качестве ИП. Это самый оптимальный вариант. Во многих республиках бывшего СССР не представляет особую сложность получения разрешения на производство грузинского хлеба шоти. Вкус Грузии. Так называется грузинская мини-пекарня, которая расположена в Нью-Йорке, США. В этом тоне пекут грузинский хлеб традиционным методом. В пекарне всегда очередь, но очень вкусно. Желаю успехов в бизнесе. Всем пока и до новых встреч.